не заметили даже нас так увлеклись что и не видели как это закончился нас обновился полностью весь интерфейс очень сильно я конечно привыкли но надо было пораньше посидеть потихоньку привыкаю все пелагею прогнали кто это пелагея прилетела камера нагревается тепленькая и на ней прям муха садится у нас некоторые семейства я слышу она гудит и она там пролетала как это очень большая как это ракета нет не наша это 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 был какой-то звук кого-то это маленькие мушки они уже заканчивают эволюцию общаемся так ну что ж ребят но они садятся на экран если есть сейчас какие-то вопросы поговорим может быть кто-то чего-то какой-то наметит вопрос а я не прослушала мы будем на курсе что мы создавать на курсе то есть мы какие-то картины будем рисковать это будет картина до лена и мы будем абстрактную работу делать символизм и смысл ее вот дмитрий сказал да что терапия как ты сказал что вот у нас уже сложились по поводу но во первых привычки появляются привычки появляются как раз связаны с негативом и привычка неопределенности на скампак стресс неопределенности он очень сильный он настолько но стал где-то даже вот действительно как привычка то есть что будет завтра мы не знаем чтобы сегодня ночью мы не знаем и вот это вот такое легкое такое даже может быть она может быть не тяжелую кого-то у кого-то потяжелее у кого-то просто вот это вот неопределенность вот с каким-то таким мелким таким вот вибрационным раздраем это очень но как бы мы отрефлексировали что это очень такой опасный когда это долго это опасно когда это долго потому что формируется стирается базовые такие вещи вот если брать ребенка дата для него каждый день это это радость и это ожидание он не ожидает ничего никакого подвоха от мира он абсолютно защищен и это естественно пребывание человека так как начиная с коронавируса у нас где-то началось это так вот в тот момент так называемый пандемии начали постепенно вот эти неожиданные моменты изменения начали формироваться в негативном ключе и вот эта программа она уже формируется программа ожидания худшего и ее хвостики у него много очень хвостиков у этой микропрограммы она абсолютно такая психопатическая и как говорится любого человека можно сделать ну скажем так нездоровым психически если создать условия скажем так если поместить здорового человека в нездоровую структуру хочет он того или нет она начинает на него влиять со всех сторон и вот это вот шизофреногенная обстановка у нас сейчас получается очень плотная стала чересчур и вот как раз переписать вот этот эту программу и будет вот одна из задач нашего курса преображения чтобы мы могли немножко сказать чтобы это переписывать и вот это полотно абстрактное она как раз направлена будет именно на это чтобы на уровне наших нейронов вот но как бы мы не думал что мы избавимся от того что там давали в диламу сабы на родить но будет и дорога как бы но расчищена наверное более детская как бы ожидание другого потому что можно вот в этой колее а надо выйти и после курса мы можем сможем сами что-то писать потому что у меня все еще началось там до ковида какие-то события негативные вот поэтому эти нейронные сети они у меня достаточно тяжело четко сформированы здесь как раз я буду предлагать работать тем что у каждого будет актуальная потому что все ситуации разные все равно я как это называется отыгралась это событие эти события у всех по-разному у кого-то раньше какими-то другими моментами у кого-то сейчас у кого-то может появится что-то впоследствии это как некий инструмент с которым вы можете впоследствии это тоже и причесать что называется и вырвать себя из того вот это вот болотца такого третиного куда будет затягивать нас очень сильно вот именно в привычку негативизма не то что как были нас она сформировала сейчас у целой нации в общем-то это лучше даже сообщее не только стресс это уже можно диагноз ставить поэтому с этим надо работать и работать регулярно как снятие программы есть программа лучше снять она она не целебна для нашего тела для нашей энергетики для нашей души и духа и чтобы ее осознавать и но управлять по крайней мере осознанно не входить в эту воронку вот деструктивную которая затягивает а где-то так вот свое нарабатывать позитивную поэтому и творчество она здесь очень хорошо работает кроме того что да мы будем терапевтически использовать это творчество скажем здесь не грех использовать потому что мы будем давать направление но тем не менее разобьем себе некий некоторые противоположные привычки вот именно тому что сейчас вот так вот идет эта волна которая сейчас идет и можно противопоставить кое-что другое то что у нас всегда присутствует как некий такой ну скажем так система саморемонта можно так как назвать она у нас слава богу встроенная ее можно немножко скажем активизировать и самый простой способ активизировать через творческие волны именно творческие волны они как раз это делают эффективнее быстрее и без побочных эффектов ну потому что сейчас творческие волны они созидательные волны а мир он сейчас направляется в разумительное направление скажем так основная масса туда и к сожалению да к несчастью или там к счастью потому что кто как проживает и на каком уровне проживает эти времена потому как но на самом-то деле духовный человек понимает что духовно в этом плане и родокс большого горя нет тому как ты проверяешь себя и работаешь над собой работать-то всегда надо но так как мы люди работаем когда приспичит это есть такой факт ну да когда все все слишком сытно и радостно и все такое там бывает забываются некоторые вещи это тоже исторически уже факт но сейчас нас подводит тому что работать нужно регулярно иначе ты попадаешь уже разрушительный момент если ты не над своим созиданием не не работаешь если ты не ходишь в осознанность то уже тоже нам напомню одно из наших предок тоже не одно десятилетие всем говорили что энергия навсегда требует выхода и выходит она из нас только двумя путями либо разрушительным либо созидательным там нет третьего варианта выхода энергии из человека вот либо мы что-то творим либо меч это ломаем сейчас как к сожалению сейчас больше причин больше каких-то с событий чтобы больше разрушительная шла система в мыслях в чувствах словах в действиях и как раз один из моментов которые мы будем это переписывать мы будем делать действия ожидания красоты мы будем переключать наше внимание на красивое мы будем переключать наше внимание на то что связано с мыслями положительного характера и закреплять это визуально ну стал так некое запечатывание вот именно этого слепка делая это повторно неоднократно для нашего ума формируется тоже противоположная привычка тому что сейчас нам нужно так имплантируется через чур не то и скоро помощь очень символично не видно или нет вот рисунок ребенка ребенок в коконе света рождение души такое там было такой символичный момент что мы мы как бы вот как-то наверное вы должны вот так вот и пребывать сейчас себя из этой ситуации выходить если вокруг вот так вот все то мы формируем себе внутри именно светлое место по большому счету да не некий фонарик который для себя оставив немножко от этой темноты отходим и если мы создаем красоту то мы уже не в этой вот разрушительной программе мы не в этом основной массой не так а мы уже отсюда мы попадаем сюда и это уже то что дает творчество это и наша защита и наверное сейчас мне кажется такое прибежище которое слава богу что есть у нас ну да как как ни странно но то что мы уже в угол тридцати лет нанесем мы сейчас становится немножко вот ну как как палочка-выручалочка по крайней мере для нас точно я думаю что и для многих из наших участников тоже это такое хорошее подспорье а главное простое самое главное что тут все очень просто вот ну что немножечко переключимся на моменты мы хотели вам показать и предложить вам тоже использовать кое-что для но некоторые настройки на некоторые никого переключения на то что с нами всегда это наш голос это наша волна которой мы можем испускать мы можем голос всегда наш слышит самое интересное что вибрации которые мы произносим они касаются не только ушей все клетки слышат все клетки своими оболочками реагируют на любое звуковое вибрирование абсолютно любое и конечно на голос наберем как инструмент прежде всего это именно тот инструмент который при нас всегда и как инструмент тот который может нам помочь может нам что-то золотать может нам что-то ну скажем так наполнить силой энергией мы можем направлять внимание с голосовой нашей волной на определенные части в том числе и тело так и сознание и вот как раз голос является нам неким таким звеном наверное где вы можете практически запустить волну именно ту волну которая начнет вас изменять лучшую сторону вот способов ребят очень много и наверное один из моментов запуска самой этой волны это снять некоторые ну скажем так комплексные зажимы челюсти некоторых моментов связанных с горловыми мышцами некоторые моменты которые идут у нас на шею даже переходит корень языка то есть сам аппарат конечно голосовой у нас тоже может быть немножко скажем так ну затянут чуть-чуть на курсе мы будем работать с центрами всего тела а сегодня мы поработаем до больше вот именно горловая часть нашего шея шея горлышко центр как раз энергетические вот именно вот этого места и вот как раз вот здесь есть несколько вариантов которые как раз вот хотелось бы вам сейчас и предложить один из них это легкая муском так прогруживание прогруживание когда мы делаем гул просто гул вибрационный если вам комфортно вы можете в принципе это делать очень тихо практически на уровне такой полной тишины практически это будет внешне то может быть звучать как просто небольшое как мучание может быть восприниматься окружающим немножко и вот на этой вот легкой вибрации потихоньку начать раскрепощать те мышцы которые участвуют в образовании звука это именно шея и образно я предлагаю вам запускать сюда образ такой что у нас вот здесь вот что-то растет в форме внутри как будто увеличивается но есть разные сравнение мячик шарик лицо можно просто представить что вас округляется свод арки образуются где вверху верхушка это арки как раз наша верхняя небо это вот именно как раз верхняя часть этой арки а все остальное уходит на шею и вот на этой волне предлагаю немножечко погудеть именно погудеть здесь ничего сложного просто можно настроиться поглубже закрыть глазки именно это место и внутри вот эту посетку алмару звуковую воздухом с дыханием мы прогреваем тоже эту часть чтобы она согрелась у вас там тепленькой и просто вот этот как бы а но закрытым ртом получается если представить что мы говорим букву а то здесь мы рот не открываем а просто он закрыт губы сломкнуты постарайтесь ослабить все губы мышицы губ все около то что находится чтобы даже немножко не сотрясались во время этой вибрации была легкая такая микро вибрация вот этого получается как а только за губы прикрытой и следующим моментом когда мы вот это вот произносим вновь и вновь попробуйте все внимание теперь с передних ощущений губ переместить туда вот в горло как будто мы это кого-то проглатываем немножко она у нас как будто падает через горло куда-то вниз на грудь опираясь и двигаясь только на том воздухе который легонько неспешно выдыхается то есть нас как будто это а как маленький такой что-то такой плотный вибрационный шарик и другом бух туда вот упал и держится на этой вот волне воздуха может появиться ощущение теплоты самого гор ложится чуть внизу это упражнение которое как раз начинает разогревать наши связочки немножечко как раз вводит нас мягкость всех эластичных мышц связочек подберет прогревания всего вот этого аппарата и глубже если проникать ребята наши как раз вот те зажимы которые могут образовываться в том числе когда мы хотим сказать сказать не получается вот вот это как раз все убирается старинным способом зев моя зевого это называется упражнение мы зеваем максимально сильно тут уже конечно смотрите кому как комфортно кому как есть возможность зевания технология довольно распространенная мы делаем а как будто мы его выдыхаем но без звука рот можно даже открывая делать просто это вот а наполняем полностью до самого неба верха как будто тоже это арочка наша там внутри мы это а собираем и выдыхаем его уже больше как дыхание то есть мы не даже не произносим можно начать произношение а а потом мы просто отпускаем это произношение а на на выдохе получать такой элемент как будто мы а говорим шепотом это было сравнение проще вот именно шепотом мы звучим букву а но на полный на полных легких и постепенно появляется рефлекс взимания при этом отпускаем падаем нижней челюсти вниз можно себе побольше какой-то момент начинается вот это естественное явление зевого зевого когда начинается зевота в этой зевоте желательно подойти к такому процессу ну 15-10 минут конечно сделать день очень полезно было бы особенно в наш период сейчас это хорошее было бы для вас просто напряжение вот но и в целом для голоса это тоже еще полезно можно ниже челюсть помочь себе опустить чтобы она прям у вас вот прям падала что называется на груз сама низ на челюсть вот ощущение и вот этот верхний звук когда вы не китом языке начинаем потихоньку перемещаться китовым языком какой-то момент может быть даже легкие они менее вот эти появляться вот в этих . где как раз на суставные соединения челюстей сам сустав вот эти мышцы и связки тоже у нас очень часто бывают закрепещены и очень сильно приблокировать как так скажи надо с детства просто 2 а тоже как само горло можно тихо можно с нарастанием кому как комфортно запускаем первичную букву с которой все начинается на этой планете когда мы рождаемся легко на своем дыхании наблюдайте где и 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 конечно такой легкое прикосновение еще и способ необычными тоже обращайте внимание даже если будет делать его в самостоятельной практике как у вас меняется голова ощущение головы ощущения зрительные могут быть тоже необычные само ощущение пространство когда вы даете в эту вибрацию вы вибрируете все пространство все что слышит это а вокруг она тоже начинает легкой у нас может появиться фантом можно экспериментировать конечно сейчас это микрофончик и открыть ненадолго но если засвистеть то надо будет выключить ребят смотрите можно попробовать что будет технически если это сделать давайте не громко тихонечко без усилия просто попробуем сейчас сделать это но если про у кого-то появится свист у кого дома включен например включена трансляция на смартфоне и компьютере у вас может появиться такое нарастающие бывшие эхо вот поосторожнее включаете выключить микрофончик надо срочно выключить но если если свистеть ночью если пойдет свистеть просто мы этого еще не делали ни разу через вот такую форму давайте попробуем тоже это интересно и полезно своим диапазоне можно созвучно полетели 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 но хорошо какой-то момент есть каждого микрофоном стружится на каком расстоянии от микрофона может быть кому-то поближе кому-то подальше ребят на будущее продолжать намотаем потому что техники данные очень простые и очень эффектно они конечно я попрошу дать обратную связь если кто-то сейчас работал от могут какие-то ощущения могут какие-то свои наблюдения необычные просто проходит сейчас какие моменты как поживает если какие-то вопросы тоже мало ли вдруг мне тоже хорошо эмоционально там конечно когда мы прикасаемся к этому ну как если брать старое определить материал скрытый материал который у нас как раз когда зеваешь кстати у меня тоже слезные эффекты работает это хорошо негатив идет выходит это нормально а по поводу перед сном ребята это очень хорошо я например регулярно делаю перед сном вот в тихом таком режиме это прозевываю все и гортани и нижний туда язык как как будто бы вот эту вот арку вот мышцами так напрягаешь и зеваешь или там про ты занимается зажим потихоньку тут да при этом у кого слезные как бы эти железы работают меня не активно все что то проследится все так вот про это сам морей спокойно ложишься спать для меня вот это сейчас очень перед сном делать сейчас практически как как маленькая гигиена полуметно не маленькая серьезных гиена вот сделать вот эти простые вроде бы упражнения ребят но это действительно снимает какие-то напряженности которые копятся которые могут складываться складироваться и когда их потенциал достигнет определенного значения это будет уже пробой до каких-то даже заболеваний поэтому здесь конечно учета сбрасывать не тащить это все лишь тем более на сон грядущий можете даже понаблюдать как изменить со сном и качество отдыха даже после такой ну вроде бы где-то даже не серьезная процедура но тем не менее последствия очень хорошие всегда конечно все молчат поговорите как там поживается так как учел кого 10 минут осталось хорошо поживаем массажные сессии там особые вообще интересные сняли там квартиру с ярославом были вообще покрытовали вообще все все хорошо осень красиво море вот если она значит опускается значит будет похолодание в городе она лежала там наверху прям так интересно такое вот облако вообще не знаю как как шапка правда лежит сверху а есть можно у кого не получилось есть такие эффект заражения работающие называние вряд ли если мне это упражнение очень нравится 9 вечера позевали уснули расслабилась ребят зевайте на здоровье пожалуйста почаще сейчас это очень надо зевать побольше зевать надо ничего сложного нету полезность большая можно 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 еще ну вот чудо расчудесное что по мере того как будут узнаешь инструменты для того чтобы ты был в ресурсе чтобы ты мог сопротивляться всем не с годом не по годам все пути оказывается ведут вообще тебя самого все ответы на вопросы в тебе все что вот голос он в тебе рисовать любит может каждый танцевать могу предположить все то же самое и все вообще дороги которые вот так много но они приводят и вот это вообще для меня оно как открытие идет идет а вот и а излечили организм самая исцеляющая система а а другой и вот все все ответы все в тебе вообще прям интересно очень а еще петь это такая же естественно способность человека данное ему от рождения как и рисовать я бы сказал необходимость ну ребят если вопросов нету то мы тогда тоже завершаем постепенную нашу встречу вот ну вот прежде всего было радостно всех увидеть услышать как-то все-таки ощущение что вот что то есть такое некое единство но ну это здорово скучаем вообще вам конечно благодарность за то что вот вы людей по стране вот там 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 как вот светлячков вот уже нашли и девочки всем вам привет большой вот и вот раз окажется есть у общность людей они существуют люди которые думают так как как ты вообще как я всем благодарность что мы есть вот такие разные очень приятно было встретиться все наслаждаются присутствием в этой компании душевной поэтому и после упражнений хорошее расслабление и приятное состояние душевное я например давно 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 всех не видела вот и поэтому очень рада была побывать всех посмотреть даже подышать попробовал там что-то буквально сказать или там короче говоря я ничего так как внутри у меня не происходило особо сильного но если день такой был сумасшедший я очень хорошо отдохнула потом тут немножко походила и на последний как говорится вот на последнее мгновение достала запрещенный для себя кусочек шоколадки и с удовольствием взяла их вот села и думаю ну все жизнь теперь будет сладкая и хорошая и все будет правильно так что спасибо вам большое спасибо вам большое я попрактиковалась московском метро делать упражнение все получилось как здорово я тоже в метро часто тренировался хорошая практика для рабочего дня расслабиться здорово в метро там можно громко во время поезда спасибо вам огромное вообще про метро это идея надо будет использовать да хорошая подспорья я вспомнил спасибо до встречи на курсе вот вам хорошего вечера хороших дней вообще побольше держать себя вот именно но в некой такой чистоте позитивной насколько это возможно это будет честно не должно быть просто все вещи простые похоже у нас закончились сейчас начинаются вещи посложнее вот именно в таком не пугаю наоборот настраиваю что вы спокойно несли вот именно ваш личный позитив зачем пугать не самое лучшее время начинается именно для того чтобы вот себе вот это воспитывать то о чем обычно мы книжки читали пора начинать как как у нас внучок трехлетний говорит пора начинать пора начинать маленькие всегда все знают как правильно его доброго ребята да я завершаю чтобы нас с не выдернула просто так утрез хорошего вам времени пока-пока-пока-пока-пока